Витископ. Команда, яка сдевует больше заняточных поступков в руку. Да тут, наверное, без сюрпризов Макларен, Хонда. Даже, честно, я не имею в виду сейчас технические показатели машин. Я думаю, что она удивит своей работой. Потому что столько инвестиций в материальных вложено, технических вложено. Мне кажется, что эта попытка воссоединить команду, опять, она будет очень сильно поддерживаться максимальными усилиями к тому, чтобы работать, улучшать надежность, работать над скоростью, не давать Алонсо поводов показать свою немножко такую скандальную натуру. И я думаю, что вот в этом будет очень большой сюрприз. Мне что сподобалось, в этом году они вместе с повернением Рона Дениса и призначением Эрика Бульея, который не просто фигура, которая сидит на месте, он реально проводит работу по реструктуризации команды. 20% в составе инженерии было изменено. Ключевые пости новой особи заняли, в первую очередь, Питер Прадрому, который может создать то, что делает Ньюи из Ридбул. Концепт аэродинамический, который позволит команды быть впереду. И именно этот подход, плюс величезные финансовые вливания Хонды, гигантские. Вони будуют базу невеликую в Британії, величезный завод в Японии, уже другий. 30 стендов по... Ну, тут слова заяві. Я думаю, что команда Макларен будет, з дивованием мови, якщо переймениться с тем, яка позиция была у них в цьому році. Тут без змін. А от хто из команд розчарует цей рік, в цьому році, мабуть, я назву команду Ридбул. Я чуть думаю, что вона не будет на таком рівне, как она была в цьому році, хотя они в цьому році відігравались. Мені зависит, что команда опуститься ниже третьего места в колу конструкторов. И я сказал бы, что вона будет четвертою. После Макларена и Вильямс. И, конечно, Мерседес. Да, по поводу разочарования я тоже придерживаюсь мнения по поводу того, что это будет Ридбул. Слишком много поменялось в команде. Это первое. А по-друге, не стоит откидать такое понятие, как цикли в Формулі-1. Колись в одном из старых журналов F1 Racing був великий чарт, где показывали, какая команда будет через 5 лет. Там много чего выгадали. Там стало на то, что Ридбул на подъеме, Феррари на спаде, Хонда тоді ще была, как на подъеме, в решту вона выиграла титул, но уже с другим мотором и другим названием. И цикл Ридбулевский 5 лет до перемоги. 5 переможных лет. Он завершился. И теперь будет перебудова. Я думаю, что именно поэтому цикл на спаде. У Вильямс, наоборот, цикл подъема. У команды Макларен цикл подъема. Поэтому они должны быть нижче. Витископ. Спортивное видео.